Тихо вставать, не разговаривать и высидеть 30 минут на одном месте, и этому тоже нужно учиться. В школе имени Гейдара Алиева подготовку первоклассников проводят два раза в неделю. Курсы при школе самые популярные, идут в основном туда, где планируют учиться. Так дети привыкают к обстановке, адаптируются. Семья Датсун готовит к первому классу третьего ребёнка. Родители опытные, оттого считают, что полностью перекладывать подготовку на учителя не стоит. Дома всё равно, мне кажется, надо немножко заниматься с ребёнком, потому что в школе как бы общее, здесь большое количество детей, а дома это получается как бы более индивидуально, и каждый родитель знает своего ребёнка. И знает, где нужно подтянуть. Времена года, алфавит, характеристика звуков задания на кругозор. За час будущие первоклассники успевают освоить базовые знания. Они вообще не должны уметь читать. Они должны, во-первых, знать свою фамилию, имя, отчество, знать свой адрес домашний, знать времена года, названия месяцев, дни недели. Обязательно родители должны заниматься над развитием мелкой моторики. Как ни странно, читать и писать они не должны уметь. Они этому должны учиться именно в первом классе. Но современные родители в погоне за качественным образованием пытаются дать ребёнку максимум знаний. И уверены, что поступая в первый класс, нужно уметь всё. Оттого популярными стали частные образовательные центры. Занятия с логопедом на развитие логики и мышления. Каждые 20 минут физкульт-минутка. Сидеть долго на одном месте пока сложно. Некоторые педагоги считают, что готовиться к школе нужно начинать как можно раньше. Чаще всего занятия длятся по часу, два раза в неделю. Но есть и такие, где продолжительность составляет 3-3,5 часа. Программа школьной подготовки в таких центрах более обширная. Занятия идут по 20 минут. Изучаем с ними художников. Дети знакомятся с работами художников. У нас там счёт, если это год до школы, мы заканчиваем уже счёт в пределах тысячи. То есть мы считаем десятками, сотнями. То есть наибольшее двузначное число, наибольшее трёхзначное число. Ещё один тренд – подготовка с индивидуальным репетитором. Их можно найти на сайтах объявлений и по советам знакомых. Итого, занятия в школе обойдутся родителям в сумму от 125 до 400 рублей за занятие. Тысяча-две тысячи рублей в месяц. В частных образовательных центрах от 2000 до 4500 в месяц. Один час подготовки с репетитором стоит от 150 до 400 рублей. Есть в Астрахани организация, которая готовит детей к школе бесплатно. Правда, не всех, а только из многодетных и малообеспеченных семей. Проект «К школе готов» благотворительного фонда Елисаветинский получил президентский грант. Программа курса составлена на основе федеральных образовательных стандартов и длится полный учебный год. Количество мест в группах ограничено. Всего 30. Желающих – больше. Набор на этот год завершён. Следующий состоится летом. Мы обязательно сообщим в соцсетях и на сайте. Можно следить за этой информацией. В июле мы точно откроем набор. У нас есть телефон. В принципе, он доступен и сейчас, но лучше начать всё-таки обращаться к нам в июле. К августу мы будем уже формировать окончательные списки. Как правило, подготовка длится с осени и по весну. Но есть и экспресс-курсы. Интенсив за три летних месяца. Главное, чтобы к первому сентября у ребёнка ещё остались силы на учёбу. Артём Лепёхин, Галина Фахрединова, Тимофей Кухарчук, Ольга Галич, Руслан Асанов. Центр новостей.